Виктор Феликсович Вексельберг, российский предприниматель, управленец, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компаний ТНК-БП Вексельберг стал самым богатым человеком в России. Его состояние по версии агентства «Блумберг» увеличилось на 1,5 миллиардов долларов и оценивалось в 18 миллиардов долларов. Вексельберг обошел возглавлявшего с марта 2012 года список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 миллионов долларов. В настоящее время проживает в России. Биография. Виктор Феликсович родился и вырос в Драгобыче. Отец Вексельберг Феликс Соломонович, еврей по национальности, мать Морозова Елена Евтроповна. Русская учился в Драгобыческой СОЖ номер 3. Закончил обучение в 1974 году. В 1979 году с отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта, где учился вместе с Леонидом Блаватником. Окончил аспирантуру при вычислительном центре АНССР. В 1978-1990 годах Вексельберг работал научным сотрудником, заведующим лабораторией Особого конструкторского бюро по бесштанговым насосам. С 1989 года генеральный директор АОСТ НПО Кумвек. Ренова в октябре 1990 года Виктор Вексельберг и Леонид Блаватник создали совместное предприятие «Ренова». С октября 1990 года заместитель генерального директора СП «Ренова». Затем президент ЗАО «Ренова» с 2004 года, председатель наблюдательного комитета группы компаний «Ренова» с 2010 года, председатель совета директоров группы компаний «Ренова». Суэл ИРУСАЛ в 1996 году был одним из создателей АО «Сибирско-Уральский алюминий», объединившего Иркутские и Уральские алюминиевые заводы. С 1996 года генеральный директор АОТ «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», член совета директоров АО «Суэл». С 2000 года президент управляющей компанией «Суэл Холдинг» в состав «Суэл Холдинга» входили Иркутский, Уральский, Богословский и Кандалакшский алюминиевые заводы. С января 2003 года председатель совета директоров компании «Суэл Холдинг». Отличительной особенностью холдинга стало разделение функций собственников имени Джара в органах управления компанией. По итогам 2001 года Вексельберг возглавил рейтинг руководителей предприятий цветной металлургии, составленной деловой газетой «Ведомости». В том же году Ассоциация миниджаров признала Вексельберг одним из лучших предпринимателей и корпоративных миниджаров России. 2007-2012 год председатель совета директоров объединенной компании «Рассел», «Семенская нефтяная компания» и «ТНКВР». В сентябре 1997 года Вексельберг был избран в состав совета директоров ОАО «Тюменская нефтяная компания». 28 апреля 1998 года на заседании совета директоров ОАО «Тюменифтигаз» был избран председателем совета директоров ОАО «Тюменифтигаз». 30 июня 1998 года Виктор Вексельберг был вновь избран в состав совета директоров «ТНК». С июля 1998 года первый вице-президент, заместитель председателя правления «ТНК». С июня 1998 года по 2000 году член совета директоров ОАО «Нижневартовскнефтигаз». 25 июня 1999 года был вновь избран в состав совета директоров «ТНК». 12 июля 1999 года был избран в состав совета директоров ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие». Тот же день был избран в состав совета директоров ОАО «Саматларнефтегаз». С ноября 2000 года член совета директоров ОАО «Анака». С июля 2001 года директор по стратегическому планированию и корпоративному развитию ОАО «ТНК». С марта 2002 года член совета директоров ОАО «Руссия Петролиум». В апреле 2002 года Вексельберг был назначен председателем правления Тюменской нефтяной компании. 1 сентября 2003 года BP, Альфа-группы Аксесс Ренова объявили о создании стратегического партнерства и намерении объединить свои нефтяные активы на территории России и Украины. С сентября 2003 года член совета директоров компании ТНКВР с 2005 года исполнительный директор по развитию газового бизнеса ТНКВР. С 2009 года исполнительный директор ТНКВР. Инновационный центр Всколково. С марта 2010 года координатор российской части инновационного центра Всколково. С июня 2010 года президент фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий. С июня 2010 года сопредседатель совета фонда Всколково. В интервью газете Саидел Чзитунг 12 октября 2011 года Виксельберг так объяснил причину своего участия в проекте. «Для меня лично это очень интересно. С Колково занимается пятю рынками энергетика, IT, биомедицина, космос и ядерной технологии. Не надо забывать, я активно работаю как предприниматель именно в этих сегментах. Модернизация российской экономики открывает огромные возможности. Я сильно погрузился в этот проект, хотя некоторые друзья говорят мне «бэллшит», но мне нравятся подобные вызовы. Я хочу показать, что это работает». Культурно-исторический фонд «Связь времен» в апреле 2004 года учредил Культурно-исторический фонд «Связь времен» и возглавил его попечительский совет. Уже первый проект фонда «Связь времен» приобретение в США крупнейшей в мире частной коллекции работ великого российского ювелира Петра Карла Фаберже и возвращение ее в Россию вызвал колоссальный общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Сейчас фонд проводит серию экспозиции коллекции в крупнейших столичных и региональных музеях. Первым местом для экспозиции был избран Московский Кремль, где выставка «Фаберже», утраченной и обретенной из собрания фонда «Связь времен» прошла с мая по июль 2004 года. На сегодняшний день коллекция выставлялась в 18 городах России и мира. Среди проектов фонда «Связь времен», возвращение из США колоколов Свято-Даниловского монастыря, возвращение в 2006 году архива русского философа Ивана Ильина в Россию, и передача его на хранение в Московский государственный университет, восстановление зала в Рубеля в Третьяковской галерее, восстановление исторического памятника «Форт Рус», создание в Санкт-Петербурге музеев и Бирже. Факты – координатор строительства инновационного центра в Сколково. Группа компаний «Ренова» представлена в 36 регионах России, а также в странах Европы, Африки, Азии и Америки. Более 80% всего объема инвестиций группы «Ренова» составляет долгосрочные инвестиции в российскую экономику. Более 134 тысяч человек работают в компаниях, входящих в группу «Ренова». Владеет рядом объектов недвижимости в Дубровнике, Хорватии, в частности. С мая 2014 года через зарегистрированную в Хорватии компанию «Вилал Рус» гостиницей «Бельведер», все родственники Виктора Вексельберга по отцовской линии погибли в годы Великой Отечественной войны в процессе фашистской оккупации. Женат, имеет сына и дочь. Отель «Вилла Филтренелли» на озере Гардов Гарниана, расположенный в здании одноименной виллы, был приобретен Вексельбергом. Вилла была последней резиденцией Бенита Муссолини. Состояние. Американская версия журнала Forbes в 2015 году оценивала состояние Виктора Вексельберга в 12,5 миллиарда долларов США. В списке 200 богатейших бизнесменов России, составленном российской версией журнала Forbes, Вексельберг занимает четвертое место. По оценкам журнала Forbes, общественная деятельность, член комиссии по федеральной, межрегиональной и региональной социально-экономической политике при причедателе Совета Федерации РФ, член Координационного совета металлургического комплекса Министерства экономики РФ. С 1997 года, член Совета директоров Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России. 10 ноября 2000 года Вексельберг был избран в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С ноября 2003 года, член Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С 2005 года, председатель комитета по международной деятельности РСПП, Вексельберг, один из лидеров Федерации еврейских общин России, а также возглавляет попечительский совет Еврейского музея в Москве, деятельность в Швейцарии. В июле 2006 года компания Ренова объявила о покупке 10,25% акций швейцарского концерна Эрлайкон, а в мае 2007 года группа приобрела блок-пакет швейцарского инженерно-машиностроительного концерна Салзер. Ренова постепенно наращивала доли в концернах, и сегодня ее доля в Эрлайкон составляет 44,7%, а в Салзер – 62,86%. 18 августа 2009 года Виктору Вексельбергу и его представителям удалось установить контроль над руководством машиностроительной компании Салзер и Джи. На тот момент он не владел контрольным пакетом акций, хотя и был крупнейшим акционером. Однако, вхождение его представителей в состав руководства компании вызвало возражения и попытки сопротивления со стороны предыдущего менеджмента. Тем не менее, Вексельбергу удалось получить поддержку других акционеров и назначить состав руководящих органов компании и своих представителей Юргена Дормана и Клауса Штурены. Приобретя, таким образом, большинство голосов в Совете директоров компании, деловая активность Вексельберга в Швейцарии не была безоблачной. Федеральный департамент финансов в разное время ввел расследование в рамках административного уголовного права против Вексельберга, Печика и Штумпфа по подозрению в нарушениях обязательств, вытекающих из биржевого законодательства в рамках приобретения акций «Аэлэкон» и «Салзер». Возбуждение в апреле 2009 года уголовного дела по «Салзер» совпало с переговорами между Швейцарией и США о снятии банковской тайны со счетов бизнесменов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в США. В октябре 2010 года сообщалось, что Виктор Вексельберг и двое других бизнесменов выплатили 10 миллионов швейцарских франков. Компенсации, чтобы урегулировать претензии со стороны властей, Вексельберг считает свои швейцарские активы стратегическими инвестициями, которые позволили Ренове добиться синергии благодаря доступу к технологиям. Примером такого синергетического эффекта можно назвать и «СПРОС НАНО» и «Реновы» по созданию крупнейшего в России производства солнечных модулей на базе технологий тонких пленок «Аэрлайкон Салар» компания «Хивель». В мае 2010 года Вексельберг объявил, что переедет из Цюриха в Кантон ЦУГ. Один из факторов – отмена паушального налогообложения в Цюрихе, за которую проголосовали большинство граждан Кантона. В ЦУГе паушальный налог еще действует подозрение в махинациях. 6 апреля 2009 года Министерство финансов Швейцарии инициировало судебный процесс против Вексельберга в связи с подозрениями о том, что совместно с двумя австрийскими предпринимателями он не раскрыл сведения координации действий во время покупки акций компании «Салзер», который в настоящее время Вексельберг владеет 62,86% акций. Судебный процесс закончился мировым соглашением, в соответствии с которым Вексельберг и два других предпринимателя заплатили 10 долларов США, 6 миллионов за урегулирование претензий. Никаких последствий криминального характера дело не имело. 21 февраля 2011 года газета «Ведомости» опубликовала статью о том, что Вексельберг выступил посредником в сделке со зданием на красной пресне. Он купил его в Венгрии в семь раз дешевле, чем продал российскому правительству. Две прошедшие по данному вопросу проверки Следственного комитета РФ не привели к каким-либо выводам о наличии состава преступления в действиях сторон по этой сделке. Официальных претензий кому бы то ни было в России по этому делу не предъявлялось. Возможным ударом по Вексельбергу, как главе компании Ренова, эксперты назвали арест 19 сентября 2015 года главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. При этом они ссылаются на связь между Гайзером и ранее аффилированным с Реновой Александром Зарубиным. Однако некоторые СМИ отмечают, что Зарубин прекратил общий бизнес с Реновой в 2009 году, испортив отношения с Вексельбергом. Награды. Орден почета за заслуги перед государством. Высокие достижения в производственной деятельности и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Звание. Почетный металлург. 2002 год. Почетная грамота Республики Карелия за заслуги перед Республикой и многолетний добросовестный труд. Благодарность президента Российской Федерации за заслуги в подготовке и проведении встречи глав государств и правительств стран-членов группы. Восьми. В городе Санкт-Петербурге. 19 октября 2007 года присуждена награда за возрождение традиции российской благотворительности от Центра Вудро Вильсона за общественную деятельность. Благодарность правительства Российской Федерации за активную и плодотворную работу в деле пропаганды русского языка, русской литературы и культуры. Орден преподобного Сергия Радонежского двух степеней 12 сентября 2008 года. Почетная грамота президента Российской Федерации за большой вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры Свердловской области. Орден за заслуги перед Отечеством АВИ степени за большой вклад в сохранение и популяризацию культурно-исторических ценностей России. Орден Александра Невского знак отличия за благодеяние за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность. Лауреат национальной премии бизнес-репутации Дарин Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства в 2004 году. Лауреат премии ТОП-50 Самые знаменитые люди Петербурга в номинации «Бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова